Всем привет! Я очень извиняюсь, что давно не выкладывал видео. К сожалению, у меня не получается регулярно заходить на YouTube. Не всегда бывает доступный широкий канал. И поэтому я даже если видео делаю, то оно у меня может лежать, допустим, полмесяца и ждать, пока я доберусь до широкого канала. Ну и прошу прощения, что не всегда успеваю на комменты отвечать и не всегда успеваю отвечать на личные письма. Сейчас я добрался до широкого канала и как раз сейчас закачаю сразу несколько обзоров, которые я уже довольно-таки давно снял. Итак, первое видео, которое я хотел бы показать. Это обзор кобуры от компании Phobus. Обзор будет конкретно по этой модели. Это кобура для револьвера Torus 85. В России есть модификация травматическая, называется смешным названием LOM-13. Может быть и в других русскоязычных странах есть какие-то аналоги, либо газовые, либо огнестрельные. Во всяком случае, наверное, видео все-таки будет полезно именно для пользователей, именно этого револьвера. Я сразу подчеркиваю, что обзор будет именно по этой кобуре и никак не будет касаться других моделей Phobus, поскольку они выпускают разные модификации и делают совершенно разные модели. Обзор будет конкретно по этой кобуре. Итак, приступим. Для начала я сразу хотел бы показать, что револьвер, конечно же, разряжен. Итак, можно приступать к обзору. Во-первых, хочу сказать, что эта кобура производится в двух модификациях. Точнее, даже в трех, но в двух основных. Это с лопаткой и с креплением на ремень. И также есть модификация с креплением на голень. Ну, это уже совсем такая специфичная модификация для каких-то спецагентов, наверное. Либо просто очень уж упоротых оружейных энтузиастов. На самом деле, лично мне больше понравилась кобура именно с лопаткой. Конечно, это довольно-таки специфичная вещь, лопатка. И к тому же, конкретно у этой модели есть очень большой недостаток. И чуть позже я расскажу, о чем речь. Сама эта компания Фубус сделала кобуру без каких-либо дополнительных фиксаторов. Она фиксирует оружие просто за счет внутреннего напряжения самого материала. Что-то вроде Кайдекса. Сразу хочу сказать, что эта кобура довольно-таки дешевая. Кобура делается в Израиле. И из Израиля напрямую она мне досталась по цене что-то около 800 рублей. А в долларах это, наверное, ну, допустим, 25 долларов, да, если округлять. Вполне доступная цена, если учесть, что кобура сделана в Израиле. И плюс сюда включена стоимость пересылки. Эта кобура у меня в пользовании уже более полугода. Но, к сожалению, она так и не нашла у меня своей ниши. Она мне не понравилась. И я сейчас расскажу вам почему. Как я уже говорил, удержание фиксации оружия происходит в основном за счет упругости и напряжения самого материала. То есть здесь все стянуто. И плюс основной захват в этой части. Фиксируется оно, конечно, нормально. И при этом можно вполне быстро вытащить. Но, к сожалению, сам материал это все-таки не кайдекс. Это не нормальный кайдекс. Не толстый, прочный, старый, добрый кайдекс. Это какой-то пластик. Причем этот пластик, он по своей структуре, он, например, гораздо более тонок и гибок, что ли, чем, например, даже вот ножны от ножа, например, из ула пластиковые. То есть, если, например, я даже могу просто вот так вот поцарапать, да, кобуру, видите, остался след. Не знаю, видно или нет. Ну, следы даже остаются, если ногтем провести. И здесь лопатка, которая должна жестко фиксировать, здесь есть очень большой недостаток. Вот смотрите, что происходит с этой лопаткой. Это же полный бред. В общем, вылезли вот такие недостатки. Я просто начитался в русскоязычном интернете обзоров по данной кобуре. Они были такие, что она вроде как хорошая, нормально все. В ней якобы револьвер на боку не заметен. Ну и плюс, кстати, у этой лопатки есть такое ограничение, что у вас оружие будет носиться именно на боку. То есть, куда-то сзади, там, спереди вы его не посадите. Для этих целей нужно вот покупать именно ременную модификацию. А сама кобура, из-за того, что она дешевая, самая простая, ну и вроде как и оружие тоже такое простое, она сделана довольно просто. Здесь даже никаких регулировочных винтов нет. Это просто заклепки. То есть, отрегулировать ее уровень натяжения, да, схвата никак не получится. Это тоже плохо. Здесь также просто фиксация намертво. Ну, конечно, в любом случае, все это в цену упирается. То есть, это реально дешево. Для России это дешево считается. 800 рублей за кобуру израильскую. И что могу еще сказать. Также, видите, здесь противоскользящая накладочка. Точнее, не накладка, это какое-то напыление, какая-то такая масса, которую сюда вылили, она тут застыла. Действительно, не скользит. Как видите, вот палец поставить, и он так с трудом проскальзывает. Хотя здесь вот так. Теперь насчет того, как вынимается оружие. Вынимается оружие довольно легко. И когда фиксируешь его внутри, то ощущаешь четкий щелчок, когда понимаешь, что она зафиксирована. То есть, вот он. Момент. И могу сказать, что сначала кажется, что все вроде бы окей. Но мне, если честно, не очень понравилось, что никаких дополнительных тут страхующих элементов нет. Это-то ладно. Но сам факт того, что все это довольно легко вынимается, да, меня немножечко насторожил. Кто-то может сказать, что да, она никогда там сама не выпадет, ничего такого не случится. Но когда я пробовал вот так трясти, то при сильных ударах, да, при сильных стряске, при инерции, оружие все-таки выпадало. Ну, естественно, я хочу сказать, я это делал в безопасных условиях. Сейчас просто не буду это все показывать. Но поверьте, если сильно и резко тряхануть, оружие выпадет. И что мне еще не понравилось, так это то, что изначально позиционировалось, что эта кубура подходит для скрытого ношения. Ну, то есть, близко к телу располагается. Я немножечко не рассчитал, поверил, можно сказать. Но дело в том, что я сам парень некрупный, да, и на мне эта кубура очень заметна, и выглядит все это довольно габаритно. К тому же, когда его вешаешь на пояс, я чуть позже покажу это на себе, то получается вот, что она довольно-таки сильно отвисает. Ну, и плюс при ходьбе вот происходит легкая такая вибрация. Ну, сами понимаете, да? То есть, материал здесь пластичный. В этом смысле, конечно, меня это все разочаровало. Ну, и, конечно, мне не понравилось, что оружие вынимается слишком легко. То есть, при желании кто-то может просто взять, толкнуть его слегка и спокойно вытащить оружие. Я повторяю, что на моей фигуре, например, контур этого револьвера легко угадывается. Хотя сама кубура, да, и само оружие вроде как маленькие. Это соответствует примерно J-Frame револьверам с Митвестом, то есть, самые маленькие. Вот. Но, тем не менее, все очень заметно и при желании, да, легко можно это выхватить у вас. Более того, сейчас я продемонстрирую один недостаток, который, возможно, сразу покажет, что есть эта кубура на самом деле. В чем ее большой-большой минус. Это версия кубуры с лопаткой, и я часто замечаю, что многие используют лопатку по-разному. Некоторые ее используют просто, продевают под ремень, и она здесь на боку болтается, да, привлекая излишнее внимание. Сейчас попробую закрепить. Некоторые используют вот такой вот вариант ношения кубуры, то есть, лопатка снаружи. Хотя, многие и носят лопаткой внутри. То есть, и так, и так я встречал. А вообще-то, бывает несколько разных мини на этот счет. Если у вас лопатка, продетая, как сейчас у меня, да, например, то это немножечко более заметно из-за этой самой лопатки. И у вас оружие будет чуть сильнее шататься, потому что сама лопатка сильнее шатается. Но зато, например, если у вас штаны тактические и с широкими шлевками этими, то, как видите, если самому даже попытаться вырвать эту кубуру, то она просто по ширине, сама по себе, она между ними не пролезет. То есть, некоторые показывают на роликах, как они просто выдирают эту кубуру вместе с лопаткой силой. Ну, и за счет этого завладевают чужим оружием. Здесь такой фокус не пройдет из-за того, что шлевки широкие, и за счет этого они, как бы, эту лопатку удерживают. Так, давайте покажу, что может быть, если посадить лопаткой внутрь штанов. Если садить лопатку внутрь штанов, то она, как бы, прижимается сильнее к телу и менее заметна, вроде как, по идее должна быть. И при этом происходит фиксация следующим образом. У вас здесь есть вот такое вот, скажем, подременное пространство, да, вот это вот, на штанах, и оно заходит в эту часть на кубре. Не знаю, эта прорезь видна или нет на видео. То есть, подременное пространство туда зашло, сверху прижимается ремнем и фиксируется вот так. То есть, раз и два, и зафиксировали. При этом она более тесно к телу прижата, к кубура. Я, конечно, извиняюсь, что тут трусами свечут перед вами, но что поделаешь. При этом более тесно к телу прижата. Но есть такой недостаток. Многие просто, особенно конкретно на этой кубуре, это можно сделать вообще просто так. Взять его и вот так силой выдрать. То есть, эта чертова лопатка изгибается. Понимаете, в чем недостаток этой лопатки? Она изгибается вообще охренительно под любыми углами. То есть, для фиксации оружия, это, мне кажется, очень-очень важный минус. Это, конечно, не очень хорошо. Так, давайте покажу вам, как все-таки она выглядит на теле. Сейчас эту куртку сниму. Опять одену все это хозяйство. Так, давайте я продемонстрирую, как получается или не получается скрытое ношение. Напоминаю, у меня рост 174, а вес 72 по последним замерам. В таком положении не очень заметно, да? Руку, допустим, поднимаешь, ну или болтаешь, рукой что-то делаешь. И сразу проступают очертания оружия. И чем сильнее вы двигаетесь, тем сильнее оно проступает. При этом у вас, конечно же, если будет более облегающее одеяние, то все будет еще более заметно. Вот. И это мне очень сильно не понравилось. Ну, не получается с моим телосложением, конечно, скрытое ношение. А возможно, у каких-то более габаритных людей все будет нормально. Но у меня вот не получилось, к сожалению. Из-за этого факта меня начал вот и тот факт настораживать, что оружие легко выхватить. То есть я имею в виду выхватить врагу, то есть противнику. Например, просто сзади какие-то толпучки взяли, подкрались. И все. Легко потерять. Ну и плюс я уже показал вам эту историю с выламыванием лопатки о кобуре Фобус. То есть это, конечно же, важный минус. Вот такие дела. Если это видео показалось вам полезным, то отпишитесь. Тогда я, возможно, на эту тематику буду продолжать изредка выпускать какие-то другие видео. В общем-то, все недостатки я перечислил. Я не профессионал по оружию, я не какой-то дипломированный стрелок. Я просто любитель, энтузиаст гражданский. Такой же, возможно, как и вы. Но, во всяком случае, я свое мнение высказал. И могу сказать, что при прочих равных эта кубра лично мне не подошла. Почему я показал? Возможно, есть модификации какие-то именно для Торус-85, которые, скажем так, более хорошо себя ведут. Но конкретно эта кубра мне не подошла. У нее есть одно только очень замечательное достоинство. Это то, что она очень дешевая. На этом обзор, думаю, можно закончить. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok